В 2014 году исполняется 450 лет со дня рождения величайшего и без преувеличения самого загадочного драматурга всех временных народов. Споры о том, существовал ли на самом деле человек по имени Уильям Шекспир, ведутся до сих пор. Но даже те, кто сомневается, все равно идут в театр. Потому что театры всего мира в этом сезоне объявили негласное соревнование по количеству и качеству новых версий шекспировских пьес. Москва участвует. Редкий режиссер хотя бы однажды в жизни не задумался, а не поставить ли Шекспира. И большинство хоть раз да попробовали. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Уильяма Дензи нашего Шекспира? Каждое время общество и личность на Шекспире как будто проверяют уровень собственной творческой и человеческой зрелости. Юрий Бутусов не новичок на шекспировской ниве. На сцене Сатирикона заставил Яго жарить для Отелло яичницу. Между делом, сея сомнения в душе совсем не похожего на грозного генерала-героя. Еще один Отелло погубил еще одну Дездемону на сцене театра Вахтангова, следуя фантазии хореографа Анжелики Холиной. Причем без единого слова. В том числе Хрестоматийного молилась ли ты на ночь. Театр Пушкина предложил меру за меру Декона Доналлана, мастера ставить Шекспира. Пьеса о двойной морали, о власти, которая не умеет ближних и себя одною мерить мерой, считавшаяся неудачной при жизни Шекспира, прозвучала пугающе актуально. Будь он мне брат одной из свинь, и все равно ничто не изменилось. Завтра кайф. Стравтивую по-своему радикально укращал роман Феодорий в Театре нации. Он перенес действия на военную базу, превратил его в фарс, почти цирк. С акробатами на батуте, жонглерами, трубачами, фривольными шрифтами и двусмысленностями. Роберту Стуруа не давал покоя пустяк, поворачивающий нашу хрупкую жизнь на 180 градусов. Это и заставило его во второй раз взяться за комедию ошибок в Театре Ацетера. Однако истинный балл на театральных подмостках столицы правил принц датский. Из девяти шекспировских постановок — четыре гамлета. Похожим на инфантильного хипстера оказался принц датский работы молодого французского режиссера Давида Бабе в Гоголь-центре. Микс из манифестов, параллелей с современностью и эвизуальных эффектов. Вместо тени отца — эвиртуальный призрак в мавзолее. Классически сосредоточенный на смыслах гамлет у Марка Розовского. Режиссер уверен, своего гамлета нужно выстрадать, а не прятаться за шумом и новомодными эффектами. Его гамлет — человек играющий. Гамлет идет на смерть, потому что он не может иначе. Он жертвует собой. И он играет при этом, он остается самим собой. Он с самого начала знает, что он погибнет. Мой гамлет, наш гамлет в театре у Никитских ворот. Валерий Саркисов одел героев гамлетов полукосмические костюмы, расставил как будто на музейных пьедесталах. Однако далее сосредоточился исключительно на внутренних смыслах. Самое главное, что для нас, это то, что гамлет молодой. И у Шекспира он молодой. Это все, мне кажется, мифы, что ему 40 лет. Такой же потерянный, как и во все времена молодежь. Под самый Новый год театр нации выпустил своего гамлета в Кубе. В главной роли Евгений Миронов — постановщик, хедлайнер мирового театра Робер Лепаш. Неожиданный моноспектакль, в котором Миронов один за всех, замес из юмора, лирики, психологизма и новейших технологий. Все то, чем Лепаш славится. Мне кажется, гамлет, помещенный в Куб вместо обычной сцены, выглядит очень органично. Он очень закрытый персонаж, и на него ужасно давит пространство вокруг. В какой-то момент Евгений Миронов посетовал, не слишком ли мы увлекаемся формой. Но в конце концов мы нашли баланс формы и содержания. В шекспировском марафоне наметился лидер — театр наций. После двух случившихся премьер здесь строят наполеоновские планы на вторую половину сезона. Зрителей ждет редкая постановка по сонетам Шекспира от Тимофея Кулябина. Режиссер обещает никаких костюмов и разукрашивания. Я попробую совместить просто поэзию как жанр и тексты Шекспира с какой-то другой проблемой, практически с документальной какой-то проблемой, о том, в каком мире мы сегодня живем. В конце апреля, когда наиболее вероятный и родился Шекспир, театр на три дня превратится в дом драматурга. Режиссеры театра сделают несколько пятиминутных историй на тему какого-то шекспировского героя. Общий режиссур действа взял на себя Филипп Григориян. Признается, лично ему хотелось бы праздновать день рождения Шекспира с не слишком уж умным видом. Куда уместнее посмеяться и пошутить вместе с его героями. Эта ходилка — это проходка не только по театру, но проходка по жанрам. У нас есть драматический театр, у нас есть кукольный театр, у нас есть опера, у нас есть социальный театр, у нас есть театр сайта специфика, и у нас есть танец. Современный танец, и это будет последняя площадка, где Диалог Дэнс покажет свой... компания Диалог Дэнс покажет свой кусочек, свой фрагмент. Они уже выбрали партнер? Да, они хотят делать Гамлета. Стоит ли удивляться еще одному Гамлету, когда история театра последних четырех сот с лишним лет идет не иначе, как рука об руку с Шекспиром? Валерия Кудрявцева, Новости культуры.